Памятники древние, храмов купола, тихие усадьбы, домики резные. О красотах наших пусть гремит молва, славься достояния России. Хранители наследия, сражайтесь до последнего, что предками завещанным и уберечь должны. Пусть вдаль бегут столетия, хранители наследия, храните достояния страны. С этого гимна предложили начинать заседание коллегии комитета по государственной охране объектов культурного наследия В Ивановском филиале РАНХИК специалисты ведомства подвели итоги работы за минувший год и наметили планы на текущий. На сегодняшний день зонами охраны обеспечены 158 памятников истории культуры федерального значения, 216 регионального значения и 39 местного значения. Вместе с тем у нас по-прежнему сохраняется тенденция к тому, что большинство этих зон охраны утверждены и разработаны в соответствии с законодательством СССР и Российской Федерации, действовавшим до принятия федерального закона в объектах культурного наследия. А значит все они требуют корректировки с учетом современных реалий и требованием действующего законодательства. Работу над этим вопросом будут продолжать. Также в 2018 планируют завершить реставрацию Лежневской колокольни на некоторые объекты, которым нужна реконструкция. Сейчас удалось составить проектную документацию, но программы пока остались без финансовой поддержки. Активную работу сейчас проводит общественный совет. Активисты помогают находить объекты историко-культурного значения. Как показала практика, отношение общественных организаций и органов государственной и муниципальной власти к процедуре выявления таких памятников стало более ответственным. Одним из ярких примеров можно считать подготовку администрации Палехского муниципального района государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия исторический центр Палеха. И включение его в единый государственный реестр в качестве достопримечательного места. Активно развивается государственно-частное партнерство в этой сфере. Например, региональная программа «Сохраним вместе» позволяет выявить и восстановить утраченные памятники истории и культуры за счет вложения в них частных инвестиций. Как правило, восстанавливаемые объекты – старинные усадьбы. Усадьба, вы все прекрасно знаете, это была такая колыбель нашей России, в которых творили, жили и развивались практически любой известный писатель, художник, музыкант. В 2018-м специалистам ведомства предстоит много работы. Их главная задача – сохранить ивановское наследие и приумножить его для будущих поколений. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.